О том, что происходит с нами. О том, какой мир мы унаследовали от наших отцов и какой оставим нашим детям. А для этого надо смотреть и думать, слушать и анализировать. Только тогда выводы не окажутся ложными. Владимир Владимирович, война будет. Вы имеете в виду глобальную войну? Генеральный ассамблеон, вы выходите на трибуну в не самой дружественной обстановке. До вас уже выступал президент Соединенных Штатов. Я не знаю, знали вы, что уже успел сказать Обама или нет. Честно говоря, нет, я не успел. Я же только приехал. И вы говорите им в лицо. Вы хоть понимаете, что вы натворили? Я не ему говорил в лицо. Не ему? Им. Вы знаете, я же со многими лидерами общался. И европейскими, и американскими. И не один год. И когда начинались разные операции, например, в Афганистане, или в Ираке, или потом в Ливии, у меня всегда была позиция, которая заключалась в том, что действовать нужно аккуратно. Нельзя свои собственные схемы и представления о добре и зле, а в данном случае о добре и о демократии, перекладывать автоматически, просто механически, на другие страны и народы, с другой культурой, с другой религией, с другими традициями. Но, откровенно говоря, никто же не слушает. Почему? Потому что считают себя, видимо, считают себя непогрешимыми, великими, но и ответственности ведь нет никакой. Вликсных отношениях друг с другом, но в целом друг друга уравновешивают. А с какого момента это началось? С какого момента ялтинская конструкция мира стала давать трещины? Я думаю, после прекращения существования Советского Союза. Ведь вы были свидетелем падения стены. Вы тогда работали героем. Ну, не совсем. Я уже вернулся в Союз, я уже уехал до того, как стена рухнула. Но дело не в стене. Дело в том, что ялтинская конференция, она зафиксировала реальную расстановку сил на тот момент времени, в 1945 году. И страны-победительницы, они и выстроили такую систему, которая соответствовала тогда раскладу сил политически. С тех пор многое изменилось. Появилось ядерное оружие. Существенный фактор в мировых делах. Оно распространилось на некоторые другие страны. Подросли новые гиганты, такие как Индия, Китай. Ушел с политической сцены Советский Союз. И биполярная система, она как бы раз и рухнула. Не как бы, она рухнула. И вот нашим партнерам подумать о том, что нужно воспользоваться этой ситуацией и стать моральными лидерами, вновь складывающихся мировых отношений. Но они продолжали действовать и думать по старинке. Клише, остались в голове клише холодной войны. А разве мораль лежала в основе ялтинской договоренности? Ведь мы наивно думали, что они моральны, а они всего лишь боялись нашей силы. Нет, нет, я с этим не согласен. Я думаю, что в основе ялтинской конференции и договоренности в Ялте лежали вообще никакие не моральные ценности, а прежде всего соображение реального соотношения сил и опыт предыдущих десятилетий, в том числе и печальный опыт так называемой Лиги наций, которая была создана для регулирования отношений между государствами после Первой мировой войны. Но она достаточно быстро прекратила существование, по сути. Почему? Потому что у нее не было инструмента, который мог бы быть использован для предотвращения конфликтов. Была предложена новая концепция организации объединенных наций и Совета безопасности ООН. В первую очередь. В первую очередь. И глава седьмая, в которой прописана возможность применения силы против государственно нарушающих миропорядок. Но там же было и прописано, что это возможно только с единогласного решения членов Совета безопасности. А постоянные члены Совета безопасности имеют право вето. О чем это говорят? О том, что нельзя принимать вот таких жестких решений в отношении кого бы то ни было, если нет полного консенсуса, полного согласия по этому вопросу. Это вот эта ключевая вещь во всей современной системе международного права. Нам. Мы в Афганистане. Значит, не всегда срабатывало. Не надо здесь путать нас с Вьетнамом. Нас с Афганистаном и с Вьетнамом. Мы были в Афганистане все-таки по просьбе афганского действующего правительства президента. Это большая разница. Нужно ли было нам ввязываться так, как мы ввязались в афганские события? Это другой вопрос. Это еще надо подумать. Здесь тоже не все однозначно. Понимаете? Тоже нельзя сказать, что правильно это было, неправильно. То, что ошибок было куча наделана, это точно. Но вот само решение, оно правильное или неправильное? Это еще надо внимательно посмотреть. Зачем сравнивать ошибки? Если сравнивать с вьетнамской компанией американской, у нас как раз ошибок-то было немного. Думаю, да. Но то, что в целом афганская компания, если так можно назвать ее, была ошибкой в Советском Союзе, это очевидно. Но американцы из вьетнамского опыта, тем не менее, не перестали вмешиваться во все международные дела. А мы в течение долгого времени боимся, хотя наш опыт гораздо более позитивный. Мы не боимся. Мы просто ведем себя более сдержанно, и если что-то и делаем, то максимально стараемся себя обезопасить от возможных негативных последствий. А они не думают об этом. Они великие, сидят за океаном. Доллар – мировая валюта, самая крупная экономика в мире. Ну, операцию делают, делают. А, опять не получилось. Ну, к следующей. Мы с Францией, с Германией, с подавляющим, хочу это подчеркнуть, числом участников международного сообщества, полагаем, что проблема Ирака может и должна быть решена дипломатическими средствами. Мои сограждане, на данный момент американские коалиционные силы начинают военную операцию по разоружению Ирака для освобождения народа и защиты мира от смертельной опасности. 91-й год, 93-й год, без разрешения СовбезООН, они разбираются с Ираком. Они находят свои методы, им все сходит с рук. Я же сказал безнаказанность. Это одна из причин крайне неаккуратного поведения на международной арене. Потому что, ну, отвечать-то перед кем? Самая крупная, самая мощная держава в экономическом и военном отношении. Поэтому возникает соблазн действовать в обход или объявлять сложившуюся структуру международных отношений, устаревшей. В основе современной архитектуры международных отношений, конечно, лежит устав Организации Объединенных Наций. Вот это фундамент, база современного публичного международного права. Но выполняется только, когда есть, по крайней мере, две силы. И вот когда мы вернулись как силы, стало ясно, что можно опять говорить о роли СовбезООН, обеих за ее роли Организации Объединенных Наций. Ну, не всегда, Володя. Я бы не стал здесь полемически все это заострять. Конечно, возникают, часто очень возникают спорные моменты, когда интересы государств сталкиваются или искусственно сталкиваются, или по объективным обстоятельствам. И в результате этого столкновения можно прийти к нарушению устава ООН. Но иногда все-таки они совпадают. Ну, вот по вопросам распространения оружия массового уничтожения. У нас здесь и с европейцами, с американцами, с китайскими нашими друзьями все-таки консенсус полный. Никто не хочет расширения числа стран, обладающих ядерным оружием. Мы видим, что это опасность для международного мира и безопасности. Однако сейчас уже в Германию собираются поставлять Соединенные Штаты Америки свои самолеты, которые будут оснащены ракетами с ядерным оружием. Тактическое ядерное оружие Соединенных Штатов Америки всегда после Второй мировой войны, после того, как Америка стала ядерной державой, всегда там находилось. Сейчас они просто обновляют. Никакой наивизны здесь нет. Но это, конечно, опасная вещь. Почему? Потому что наше тактическое ядерное оружие, оно не носит в отношении США стратегического характера. Оно не достигает их территории. А тактическое ядерное оружие Соединенных Штатов и Европе достигает, может достигать нашей территории. И в этом смысле оно для нас носит стратегический характер и представляет большую для нас угрозу, чем наше тактическое ядерное оружие для них. Что не удается? Почему никак не удается найти вот этот рецепт мирового порядка? Как я уже говорил, вот эти рудименты холодной войны и прошлого, вот они не дают двигаться вперед активно. Ведь Европа была увеличена, расширилась за счет восточноевропейских сторон, которые с огромным подозрением всегда относились в последние десятилетия, во всяком случае, к Советскому Союзу. И это переложили на современную Россию. Я слышал даже от некоторых лидеров западноевропейских стран, когда мы дискутировали по некоторым вопросам, они мне говорили, ага, ну вот вы-то в отношении нас делали вот то-то, я говорю, мы никогда не делали, Советский Союз сделал. У них, понимаете, у них до сих пор связаны клише. Это много суток. Да, они считают, что мы Советский Союз. Это не так. Они либо не могут этого понять, либо не хотят этого понять, потому что так выгодно. Во многих восточноевропейских странах антироссийская пропаганда и политика стало фактором внутриполитической борьбы. И просто используют для того, чтобы прийти к власти, закрепиться во власти. И раздувают эти настроения, что очень вредно и контрпродуктивно. Плюс получается, как интересно, что после распада Советского Союза все те, кто не мог защититься, их заставляли распадаться на все более мелкие части. То есть, как будто стирают в пыль. Удобно. Это еще ведь со времен Римской империи проводилась такая политика. Разделяя власть, то надо делить, делить, делить на маленькие части. И ими легче управлять. И достаточно, как выяснилось, достаточно просто проводить такую политику, потому что всегда можно найти, особенно в странах, не устроенных с экономической и социальной точки зрения, найти тех, кто готов поддержать этот сепаратизм и постоянный раздел и раскол. Причем на соответствующих территориях. Задуматься. И, наверное, это дополнительный хлеб для политологов, что это значит. У нас появились рецепты против экспорта революции? Нет. У нас должен быть только один рецепт. Это укрепление тех самых основ международного права современного, о котором я сказал. Не может быть никакого двойного, тройного толкования так, как вздумается по поводу того, что такое суверенитет и нужно ли его уважать. Вбрасываются новые вещи. Вот, скажем, по отношению к Сирии или по отношению к каким-то другим государствам. Ведь очень легко объявить то или иное руководство той или иной страны нелегитимным. А где критерии этой легитимности? Кто их придумал? Кто решает? Вот, если мы будем действовать вот по пути и рассуждать вот этими такими подобными категориями, волюнтаристскими, непрописанными, понятным, ясным, прозрачным и единообразно понимаемым языком, тогда будет хаос. Но хаос и есть. И то, что сейчас происходит с новым великим переселением народов, ведь это ломает всю юридическую картину мира. Как с этим справиться? Не только юридическую. Это может ломать и этническую, и религиозную картину мира. Европа может утрачивать свою идентичность. Это ведь вообще надо помогать людям, которые оказались в трудном положении. И нужно оказывать помощь беженцам. Это совершенно очевидный факт. И в этом смысле гуманистические начало и побудительные мотивы, которые возникают в этой связи, они заслуживают всяческой поддержки. Но самое главное не в этом. И об этом я тоже говорил на генеральной сессии, на ассамблее ООН. Самое главное в том, чтобы не раскачивать легитимные законные правительства, не уничтожать их государственность. Даже если она представляется несовершенной. Но если кому-то это видится именно так, то что можно было бы сделать, не нарушая международного права? Помогать тем силам внутри страны, причем легитимными средствами, которые выступают за ваши ценности. Помогайте им финансово даже, помогайте им информационно, политически. Но не надо туда лезть, как слон, в посудную лавку и все топтать там до беспредела. Не надо раскачивать эти страны. Не надо ломать там государственность. Я уже сказал, помогайте, если вы считаете, что этот народ достоин чего-то лучшего, чем та система управления, в которой он живет. Помогайте тем гражданам этой страны, которые изнутри готовы бороться за идеалы, которые вы разделяете. А вас слышат, когда вы это говорите? Слушают. Слышат или нет, я затрудняюсь сказать. Но если происходит то, что происходит, значит, не очень-то слышат. Была принята известная резолюция по Ливии, не помню уж ее номер. О чем она говорила? Бесполетная зона. А что реально начало происходить? Начали наносить удары по территории и способствовать свержению власти. Свергли. Несчастного Каддафи убили. Причем умерщили зверским образом. Дальше что? Демократия наступила. Погиб посол СССР через несколько месяцев. То есть, зверским образом был убит. Ну, чего добились-то? Зачем это сделали? Вот сейчас только он объявил о создании единого правительства. Сколько оно продержит? Тоже вопрос. Идет просто раздел собственности, передел природных ресурсов. А можно было сделать по-другому? А зачем? Требовалось больше времени. Требовалось наверняка больше усилий, более внимательного отношения к людям. Но рано или поздно трансформация должна была бы произойти без таких вот катастрофических последствий и без сотен тысяч беженцев. Пренебрежение стабильностью Ливии приведет к коллапсу в мире через нестабильность в Средиземном. Меняется общество. Посмотрите, что в Европе. С одной стороны, как мы говорили, поток мигрантов. С другой стороны, рост националистических настроений, которые говорят. И люди теряют ориентацию. Не надо списывать Европу. Ни в коем. В общем, человек, крупнейшая экономика, евро все-таки стабильно держит свои позиции, отвоевывает, и это очень хорошо, отвоевывает для себя пространство в качестве мировой резервной валюты. Это хорошо, потому что, когда есть только одна резервная валюта, доллар, то это сужает возможности для маневрирования всей мировой экономики. Но сегодняшняя Европа такая, какая она есть со всеми внутренними противоречиями и со всеми позитивными тенденциями своего развития. В качестве примера приведу настоящую эпидемию штрафов в отношении, в том числе и европейских компаний со стороны Соединенных Штатов. В ход идут надуманные предлоги. Жёстко караются те, кто осмелился нарушить односторонние американские санкции. Вот только в прошлом году на один из французских банков был наложен штраф почти в 9 миллиардов долларов, 8,9, по-моему. Тойота заплатила 1,2 миллиарда долларов. Коммерцбанк подписал соглашение немецкой о выплате в американский бюджет 1,7 миллиарда долларов и так далее, и так далее. Так с союзниками поступают? Нет. Так поступают с вассалами, которые осмелились действовать по своему усмотрению. Их наказывают за плохое поведение. Из Госдепа оказывается важнее любого решения. То есть миром управляют корпорации? Миром управляют объективные законы экономического развития. Да, конечно, корпорации международные, многопрофильные, не имеющие границ, они должны функционировать для того, чтобы повысить и качество производства, и объемы производства, повысить производительность труда, добиться большего результата, большей прибыли. Им не нужны границы. Но именно для этого и была создана сначала ГАД, Генеральный договор о тарифах торговли, а потом и Всемирная торговая организация, которая, по сути, как бы размывала границы. Но сейчас другие реалии возникли. Появились новые игроки, они перестали бояться, перестали, как, знаете, у нас шутят, говорить «боюсь, боюсь, боюсь», а начали жестко заявлять о необходимости соблюдения их прав, причем законных, в рамках Всемирной торговой организации, которую всех напринимали. И когда переговоры в очередной раз, очередной раунд Дахийский зашел в тупик, и годами, годами не удается продвинуться вперед, потому что развивающиеся страны начали требовать своего места пансон, там, как они считали, законного, и в рамках этих правил и процедуров этого. Ну, тогда, видимо, возникла идея, ну, что с ними толкаться здесь? Мы сейчас между собой там договоримся о новых правилах, которые будут касаться только нас, а поскольку мы ведущие экономики мира, рано или поздно они опять вынуждены, вынуждены будут работать в рамках тех правил, которые мы пропишем, но в рамках других организаций. Что сказать? Еще 50 лет назад Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым. Владимир Владимирович, А ведь действительно переломные моменты. де-факто орды на наших границах. Исламское государство, которое сейчас звербовало часть Талибана. Не первый раз. Не первый раз, по-прежнему существует в мире. Насколько он важен, насколько важна мораль. В последний раз Александр I пытался провести объединение Европы на основании христианских ценностей. К сожалению, это провалилось. Потом был только перетит. Я считаю, что никто никогда и никому не должен навязывать какие бы то ни было ценности, которые он считает правильными. У нас есть свои ценности, свои представления о справедливости. Я сейчас не буду заниматься формулировками, потому что это неблагодарное дело, и специалисты всегда найдут, за что меня упрекнуть. Но в целом мы понимаем, о чём я говорю. Это касается наших традиционных ценностей, прежде всего. Нашей истории, культуры, традиций и всего остального, что с этим связано. Но навязывать это кому бы то ни было, правильно. Так как в своё время Советский Союз пытался навязать коммунистические ценности и силой держать. Ну, я думаю, и уверен, что многие со мной согласятся. Дело даже было не в этих коммунистических ценностях. Дело было в геополитических интересах Советского Союза. То есть Россией, которая тогда называлась Советским Союзом. Вот в этом всё было дело. Ну, это облекалось всё в идеологическую форму. В начале это всё-таки были ценности. Казалось, что Советская Россия приложила новое мироустройство, справедливое. Вот именно. Вы сейчас правильно сказали. Советская Россия. Это было сразу после 1917 года. После Первой мировой войны. И тогда это было очень модно. Среди демократической интеллигенции вообще в мире, в Штатах, в Европе, везде. Советская Россия была модным государством. И её постановка, постановка её новых ценностей, формулирование этих ценностей были очень привлекательными. И вот, если вспомнить мою прежнюю деятельность, я вот очень хорошо некоторые высказывания помню людей, которые анализировали деятельность, допустим, советской разведки. Ещё во времена ИНО. Ещё во времена иностранного отдела. И вот эта плеяда выдающихся советских разведчиков и известная Кембриджская Пятёрка и Зорги и некоторые другие, вот один из исследователей сказал, что эти люди беззаветно служили и работали на свою идеологическую родину. Позднее это всё всё-таки начало вымываться, начало утрачивать свою привлекательность и перспективу утра. Сейчас не получается, что ведь Россия говорит о традиционных ценностях. В условиях колоссального падения кризис этих традиционных ценностей. Ну, да. Но, вы знаете, уверяю вас, что у нас очень много стран и людей в мире, которые полностью на нашей стороне и разделяют нашу точку зрения. И даже, если мы слышим критику со стороны лидеров отдельных стран, это совсем не значит, что граждане этих стран поддерживают своих лидеров и критикуют нас. Наоборот. Я смею заверить вас, что большинство лидеров, большинство граждан стран, лидеры, которых нас критикуют, большинство вся страна с придыханием ждет, когда вы выйдете после двухсторонних переговоров, не зная, что там, война или мир. Вот почему мир оказался опять на грани этой колоссальной нестабильности, когда все сошлось в одну точку. Амбиции страны Соединенных Штатов, небывалый рост апокалиптической секты, которым является исламское государство и привлечение колоссальных ресурсов туда с разных стран. С третьей стороны, падение понятия морали. В том числе и христианской. Все столпы, на которых стоял современный мир, вдруг рухнули, еще и лидеры в сложных отношениях. Как найти стабильность в этом мире? Сегодня мы видим то, что мы видим, но я сейчас о другом хотел сказать, о том, что наши новые политические новориши, они утратили чувство реальности, мне кажется. Они даже не поняли, что внутри их собственного мира начались необратимые процессы. И если сейчас все стоят по стойке смирно и честь отдают, то это не значит, что так будет вечно. Потому что, не знаю, есть некоторые страны и народы, которые никогда внутри себя не будут мириться со второстепенной ролью, с ролью оккупированной страны либо с ролью вассала какого-то. Рано или поздно это все равно пройдет. И я думаю, что достаточно быстро. Но для того, чтобы продлить свое лидерство как можно дольше, нельзя никого унижать. А очень многие элементы внешней политики наших друзей за океаном, они как раз связаны с продавливанием своей позиции, с помощью силы. Вот это, конечно, плохо. Но, с другой стороны, я не считаю, что мы на грани какого-то апокалипсиса, потому что все-таки люди умные и люди везде умные и в Европе, и за океаном, и в Азии. И как только они почувствуют, что реально сбой какой-то пошел, мне кажется, что все-таки они тоже должны сориентироваться. И начнут меня... Они сразу вас обвиняют. По поводу того, что кто-то там, мягко говоря, критически высказывает саму адрес, но это касается не только лидеров зарубежных стран, дальних стран. Это бывает иногда и бывает иногда и из достаточно близких нам мы слышим, я, во всяком случае, слышу в свой адрес, ну, скажем так, мягко, несправедливую критику и от некоторых лидеров близких нам государств. Но это просто проявление политической культуры или отсутствие такового. И сейчас эмоционально это никак не трогает. Меня это не трогает. Ленинградский двор приучил. Вы знаете, у меня есть свой стиль, свое отношение ко всем этим вещам. Я считаю, что я не имею на это права, потому что я должен работать со всеми в интересах своей страны. нечего. ты сын, нечего. Нечего. Вспомни, еще. Россия не первый раз сталкивается с варварскими террористическими преступлениями. Чаще всего без всяких видимых причин, внешних или внутренних. Так, как это было со взрывом на вокзале в Волгограде в конце 2013 года. Мы никого и ничто не забыли. Убийство наших людей на Синае в числе наиболее кровавых по числу жертв преступлений. И мы не будем вытирать слез с нашей души и сердца. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступников. Мы должны делать это без срока давности. Знать их всех поименно. Мы будем искать их везде. Где бы они ни прятались, мы их найдем. В любой точке планеты и покараем. Может быть, исламское государство является тем абсолютным узлом, для победы над которым миру придется объединиться, для того, чтобы выработать условия к появлению условной новой Ялты. Террористическая организация под названием «Исламское государство» конечно, большая угроза. И не только для нас, но и для самого исламского мира. Когда мы с вами начали эту беседу, вы меня спросили, как различные страны относятся к этому. Я сказал, что даже те страны, где граждане исповедуют сунитское направление в религии, в исламе, даже они опасаются. Почему? Потому что так называемое «Исламское государство» уже заявило свои претензии на Мекку и Медину. Они уже хотят создать халифат невероятных размеров. То есть, они представляют угрозу для очень многих. Но это всё-таки не ключевая точка, вокруг которой вертится или будет вертеться всё, что является существенным для будущего развития. Существенным для будущего развития является выстраивание отношений в так называемой геополитической борьбе. Борьба неизбежна, это нормально. Но нужно только, чтобы она велась по цивилизованным правилам, которые должны быть, ещё раз хочу подчеркнуть, цивилизованными, понятными, прозрачными, единообразно понимаемыми и контролируемыми. — Проблема в том, что... И мы не ждём от наших партнёров в Европе, что они откажутся от своей евроатлантической ориентации. Но я думаю, что было бы правильно, чтобы наши партнёры в Европе, не отказываясь от этого, всё-таки принимали участие в выработке хотя бы решений. Они просто брали под козырёк каждый раз, когда даются указания откуда-то из-за океана. Да, все понимают, к чему это привело для того же Шрёдера или для Ширака, но нужно руководствоваться либо своими внутриполитическими интересами, либо интересами государства. А мне кажется, что интересы европейских стран, может быть, я ошибаюсь, пусть мне скажут другое тогда, в том, чтобы объединять усилия и в экономике, и в политике, и в борьбе с террором, и в борьбе за решение экологических проблем, с организованной преступностью. Объединять усилия с Россией. Мы к этой работе готовы, мы открыты, не собираемся губы надувать из-за этих санкций. А мы ждём. Но ждём не всех? Нет, мы ждём всех. Ну как, Турция себе позволила такое? Турция – это не Европа. Это во-первых. А во-вторых, у нас, я уже говорил в послании, хочу повторить и сейчас, и здесь ещё раз, мы считаем турецкий народ дружественным народом, и не хотим, чтобы у нас были свёрнуты отношения именно с турецким народом. Ну а, что касается действующего руководства, ничто не вечно под лунове. Получается так, с одной стороны, Европа, США, Россия совместно борются с международной туристической угрозой. С другой – продлевают санкции против нашей страны, вводят даже иногда какие-то новые. И вроде те же самые партнёры. При этом, что меня удивляет, что в угоду политическим, сиюминутным интересам меняют даже базовые принципы работы таких, казалось бы, стабильных, уважаемых институтов, как Международный валютный фонд. Я имею в виду Украина. Как бы вы могли это прокомментировать? Что касается Украины, вообще постсоветского пространства, то я убеждён, что это связано, и позиция наших партнёров западных, европейских и американских, связана не с защитой интересов Украины. А связано с попыткой помешать воссозданию Советского Союза. И никто не хочет нам верить, что у нас нет цели воссоздать Советский Союз. Но даже самогипотетическая возможность объединения усилий в рамках современных, хочу это подчеркнуть, прежде всего экономических интеграционных процессов, которые, безусловно, делали бы и Россию, и Украину более конкурентоспособными в мировой экономике, позволили бы и Украине, и России занять более достойное место в современной системе разделения труда на международных и на мировых рынках. Даже сама эта гипотетическая возможность, видимо, не даёт как следует хорошо и глубоко спать нашим партнёрам. И я думаю, главная задача – это не допустить вот этого объединения усилий. Ведь не секрет. Ведь всё делали для того, чтобы не допустить создания единого экономического пространства между Россией, Казахстаном и Белоруссией. Не допустить создания таможенного союза. Ведь до сих пор не хотели разговаривать даже с Евразийским экономическим союзом, как с полноценным участником международной жизни. Почему-то Евросоюз можно создавать, а Евразийский союз нельзя. Но мне кажется, что осознание того, что это деструктивная позиция, всё-таки к нашим партнёрам приходит. Что касается Украины, зачем поддержали госпереворот? Я уже много раз об этом сказал. Мне думается, что сегодня многие наши партнёры видят, что они допустили ошибку. Просто признать это не хотят. Но они воспользовались недовольством народа теми порядками, которые на Украине сложились. Кстати, не только при Януковиче, а с момента приобретения незалежности. Коррупция, низкий уровень функционирования правоохранительной судебной системы. Гораздо хуже, чем у нас. У нас-то много проблем, а там ещё больше. Чуванство чиновничье. Просто мы даже представить себе не можем, насколько там это раздражало народ. И, конечно, воспользоваться этим недовольством было легко. Но с помощью госпереворотов нельзя сделать лучше. Что, разве сейчас лучше стало? Власть осталась в руках олигархов. Страну поставили под внешнее управление. Привезли туда всех ключевых управленцев из соседних стран, да и из-за границы, из-за океана. Жизненный уровень народа катастрофически падает. ВВП страны сократилось на порядок. Мы сейчас говорили о том, что у нас сократилось. Но там на порядок сократилось больше, чем у нас. Происходит полная деиндустриализация Украины. А что получают взамен? Возможно, дадут право без визового въезда в Европу. Может быть, дадут, может быть, нет. Но это же даже не право на работу. Это же не рабочие визы. Но даже если бы рабочие, в качестве кого? Нянищик, садовников и строительных рабочих. Бери больше, кидай дальше. Разве это судьба и будущее такой прекрасной страны и такого замечательного народа, как Украина и украинцы? Да, конечно, нет. У Украины есть все возможности стать высокоиндустриальной страной, причем с современным уровнем развития высокотехнологичных отраслей экономики. Ракетостроение, космос, авиастроение, судостроение, микроэлектроника, развитие науки, образование. Где это все? Догорадирует. Поэтому... А содержать Украину никто не хочет. Ну что это? Миллиард дадут, два. Пообещают гарантии какие-то. При этом хотят еще переложить нагрузку финансовую на Россию. И кредиты не хотят возвращать. Хотя мы предложили очень хороший, комфортный, на мой взгляд, вопрос решения задолженности. Давайте вместе разделим риски, мы сказали. Мы готовы структурировать наш кредит перед Украиной. На четыре года. В первый год вообще ничего не брать. А потом по миллиарду. Ну, что здесь плохого? Ну, не хотят разделить даже этот риск. Это значит, что не верят в кредетоспособность Украины и стабилизацию ее экономики. Это очень плохой сигнал. Тем не менее, меняют правила в МВФ. Но ведь не США финансируют, а МВФ. Все участники этой международной организации. То есть, опять перекладывают финансовую нагрузку за совершенные политические ошибки на все международное финансовое сообщество. Сами не хотят нести эту нагрузку. Но мне кажется, что все-таки осознание того, что надо действовать в рамках цивилизованных правил, а не пренебрегать ими, все-таки осознание должно ко всем прийти, если уже не приходят. Потому что вот об этих минских договоренностях мы много раз слышали и говорим. В том числе, это касается и продления рестрикций со стороны Запада в отношении России. Ну, слушайте, мы что ли должны принять изменения в Конституцию? Да нет, конечно. То есть, все все уже прекрасно понимают. Но думают, что надо поднажать на Россию, чтобы она еще чего-то где-то уступила. Это вообще не наше дело, уступать там или на чем-то настаивать. Мы-то исходим только из одного, что мы не можем просто отдать на съедение националистам тех людей, которые на юго-востоке страны проживают. И не только русских, но и русскоязычное население, которое ориентируется на Россию. Нет ничего избыточного в этой позиции. Хотя, как мы с вами заметили, украинская комиссия по реформам даже ругается на русском языке. Местный президент на русском пытается их разнять. Вы понимаете, то, что они ругаются на русском, хорошо хоть не на грузинском или на осетинском. Но это же смеху подобно. Это трагикомедия какая-то, когда представители Кавказа подают себя большими защитниками интересов украинского народа, чем представители самого украинского народа. Как будто они лучше знают, что нужно украинцам, приехав из Грузии, либо будучи, как сейчас сказали бы, иммигрантом во втором поколении из Армении или из Осетии. Они что, кавказцы, лучше знают, что украинцам нужно, что ли? Это просто смешно. Смешно было бы смешно, если бы не было так печально. Суверенитет – это сейчас основная тема. Каждый раз, когда вы говорите, мы с вами беседуемы о новом мировом порядке, как раз кроугольный момент – это суверенитет в странах. Тогда с ними можно договариваться. Но, тем не менее, остались ли базовые принципы? Или сегодня все можно изменить, все можно предать ради сиюминутных интересов? И вот вы говорите все время, что есть интересы, интересы. Но вы ведь поступаете по-другому. Вы ведь кроме интересов еще всегда соблюдаете слово, которое даете. И даже в самые тяжелые моменты вы не изменяете этой логике. Вот вы говорили на пресс-конференции по поводу сложных отношений с Турцией. Но вы ведь все равно не нарушили договоренности, не сказали, что там было сказано. Спасибо вам за комплимент. Нет, ну, я действительно стараюсь не нарушать взятых на себя обязательств, не нарушать тех обязательств, которые мы формулируем как обязательства нашей страны. Вы знаете, это не только исходя из каких-то морально-нравственных принципов, а скорее даже из прагматических. Так легче работать. И вот применительно, скажем, к сирийскому кризису нам легко работать и с президентом Ассадом, и с американской стороной. И я вот говорил об этом недавно с президентом Обамой, и с нашими друзьями Саудовской Аравии, и с других арабских стран. Легко. Почему? Почему? Мы не являем хвостом и позицию не меняем. Мы не спеша, прежде чем сформулировать нашу позицию, каждого послушали и выбрали линию, которая, как нам кажется, приемлема для всех. И не просто нам кажется, а мы же спросили сначала у людей, так или не так. Согласны, не согласны. В принципе, по основным параметрам урегулирования все сказали, да, 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 да. Но если да, 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 мы тогда сформулировали свою позицию на тех компонентах, которые являются общими и приемлемыми. И нам не нужно теперь прыгать из стороны в сторону, как блоха в аркане. Ой, извините, ради бога. Значит, потому что нет в этом необходимости. Она сформулирована на основе наших диалогов, а это придает силу нашей позиции. И вот эта не просто открытость, а последовательность, и прямо, можно сказать, честность позиции, она придает ей силу. Что же касается основ, о которых вы сказали, есть они или нет, нет пока других основ, кроме международного права, в основе которого лежит Устав Организации Объединенных Наций. Мир меняется, конечно. И Устав Организации Объединенных Наций, и миропорядок, сложившийся и действующий до сих пор, он возник по итогам Второй мировой войны. Расклад сил явно изменился. И, безусловно, мы должны это учитывать. Это правда. Та же самая Федеративная Республика Германии. Но не могут все поколения немцев чувствовать себя пораженными в правах за то, что натворили нацисты. Были немцы, которые боролись с нацизмом, были первые жертвы в борьбе с нацизмом. Это и христиане, и коммунисты, для кого тут только не было. Антифашистское движение было очень большим. Но об этом тоже нужно подумать. И я считаю, что я вправе это сказать. Не только как президент, глава российского государства, но и как член семьи, в которой много погибших и пострадавших. У меня со стороны мамы и со стороны отца погибших больше, чем оставшихся в живых после Второй мировой войны. Но для того, чтобы современная международная обстановка менялась и менялась в направлении повышения ее стабильности, нельзя не учитывать современную роль Германии, которая может и должна играть на международной арене. Вот это все надо иметь в виду, учитывать и развивать международные отношения в направлении придания им большей стабильности. Когда случился теракт над Синаем, а потом, когда погибли наши ребята в Сирии, у вас была очень эмоциональная реакция. Было видно, что это восприняли как личную трагедию. И когда случился Париж, вы тоже были одним из первых, которые позвонили. Насколько это влияет на принятие решений? Насколько вот эта боль влияет на вас и на определение политики России? Эмоции неизбежны, но они не должны влиять на качество принимаемых решений. Потому что за этими решениями стоят интересы миллионов людей, миллионов российских граждан. И каждое решение должно быть выверено и для дня сегодняшнего. И должно иметь положительный результат в среднесрочной и более отдаленной перспективе. Владимир Владимирович, война будет? Вы имеете в виду глобальную войну? Надеюсь, что нет. Во всяком случае, в современных международных условиях это было бы планетарной катастрофой. И хочется надеяться, что не найдется на планете Земля сегодня человек сумасшедший, который решится на использование ядерного оружия. Но как фактор сдерживания Россия, как одна из ведущих ядерных держав, будет это оружие совершенствовать. И ядерная триада лежит в основе нашей политики безопасности. Но мы никогда не размахивали и никогда не будем размахивать этой ядерной дубиной. Но в нашей военной доктрине ей отводится надлежащее место и надлежащая роль. Спасибо, Владимир Владимирович. 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 Владимир Владимирович.